Дорогие мотоциклисты, только у нас в городе шина-сервис на территории крытого рынка по адресу Курака 49-2 специально для вас предоставляет шиномонтаж и балансировку. Мы рады вас видеть. Хоккей для Новокузнецка это спорт номер один. Действительно спорт номер один наш основной спорт, который для Новокузнецка играет очень серьезную, определяющую роль. Это наш флаг, это наше знамя, это то, из-за чего наш город знают, любят. Болельщики это отдельная тема разговора. Поэтому сегодня хотелось бы перед вашим выездом, перед началом серьезного сезона, который у нас уже в новейшей истории может стать определенно переломным. Да, Владимир Робертович, с вами повстречаться, пообщаться, ну и, конечно, проводить вас в этот спортивный, так сказать, полет, который буквально завтра уже начинается. Сегодня вместе с нами наши главные руководители, Владимир Робертович Роккель, вы все его знаете, Титов Герман Михайлович, главный тренер, Таргаев Павел Викторович, наш тренер, Пархоменко Дмитрий Геннадьевич, Мишин Николай Александрович, Зилипукин Валерий Михайлович, наш менеджер, который занимается подбором персонала игрового, я бы так сказал, да, и, конечно, Роккель Владимир Владимирович, наш начальник команды. Ребята, я думаю, сейчас Герман Михайлович расскажет нам про команду. Давайте пообщаемся, чтобы вы прочувствовали нашу поддержку, ну и зададим вопрос, обменяемся мнениями, посмотрим, что нас волнует, какие цели мы хотим себе поставить. Герман Михайлович, мы передаем вам слово, пожалуйста. Пархоменко Дмитрий Геннадьевич, Мишин Николай Александрович, работа на земле, малая еда, мы всего раз в день катались мы, основную задачу ставили функциональную подготовку, физику давали команде, потому что наша команда молодая, если ребята будут физически готовы, у нас будет все хорошо, я считаю, да, а потом мы переехали в Итарию, где также не снижали нагрузок, также тренировались серьезно, ну там побольше еда уже было, там мы сыграли две игры, это неудачно, но как бы мне результат на тот данный момент был мне не столь важен, потому что я смотрел, как ребята переносят нагрузки, спасибо, огромное спасибо ребятам, которые не ныли, а выполняли и трудились до конца кольца лица. С некоторыми ребятами просто разговаривал, говорят, они таких нагрузок уже лет в пакетах нагрузок они не переносили, поэтому большое спасибо за это, что они перенесли. Ну, потом мы переехали на турнир Востану, команда была тоже самая под нагрузками, но самое для меня первым турниром встане было смотреть, как поступательное движение команды, мне очень понравилось, что мы этой игры в игре прибавляли, поэтому это мне очень понравилось. После этого мы вернулись домой на турнир, потренировались еще у нас цикл, был тренировочный, не снижая нагрузку, но уже менее, больше было работы, работая над тактико-фактической схемой, которую команду мы будем очевидить в этом сезоне, поэтому на турнирах в Омске мы уже играли, вот первая игра, конечно, не задалась, я думаю, ребята перегорели, просто считают, что может быть на них давили имена, команда в Омск, но потом все-таки стряпинулись, и хорошо, что третий вперед, мы даже выиграли 3-2, поэтому очень. Вторую игру мы вообще здорово начали, никаких шансов нижнеканству не дали, но после 4-1 просто-напросто ребята встали и сказали, хватит им задевать, наверное, и тоже ели. Ничуть не получили, я так сказал уже в одном интервью, у меня какой-то дежим, то же самое было в Остане, когда мы были 4-1, команда встала. В этот раз мы выдержали, выстрелили и выиграли. А третий раз с Амуром, я думаю, ребята просто думают, а, Нижнекамск мы выиграли, но Амур. Поэтому еще раз доказывали, что наша команда должна выходить на каждый матч, вспомнить самодачу, тогда будет результат. Какие будут вопросы, уважаемые коллеги? Давайте пообщаемся, пока нам выглась такая возможность. Да, Леша, конечно. А я в свою очередь, хочу вам тоже подарок сделать. Я его давно припас. Это икона, очень хорошая икона, святого Сергия Разовичского. Я хочу, чтобы она вас всегда оберегала, приносила вам удачу, чтобы у вас не было травм, был хороший настрой, не было хандры, боязни, тем более, что в этом году ему исполнилось 700 лет. Сергей Николаевич, все болельщики у нас очень сильно интересуются, какая будет поставлена официальная задача перед командой «Инголубки» и все ждали именно вот следующей команды «Инголубки» с вами. Ну, если позволите, я прокомментирую. Во-первых, я доволен и впечатлен тем составом, тренерским составом, который нам удалось подобрать, и за то, что такие знаменитые игроки в прошлом, и, я бы сказал, великие сейчас менеджеры и тренеры собрались в нашей команде. И вот все это дает нам определенные надежды. Более того, у нас, насколько я вижу, действует очень активный баланс мудрости, умения, молодости, высокой активности сознания, интеллекта и, самое главное, высокого уровня притязаний. И в спорте так, если ты внутри имеешь стержень, то без разницы, кто против тебя играет. Неимоверно, кто там против тебя играет. Человек, который получает 200 миллионов рублей или полмиллиарда. Да и пусть он получает. Об этом вообще думать нельзя и не надо. Мы говорим, чем громче шкаф, тем громче он падает. Самое главное – уверенность в себе. Самодостаточность, понимание самого процесса, вера в то, что мы действительно можем. И, наверное, в этом году Герман Михайлович сумел это сделать. У него очень огромный опыт. Плюс навыки того, что он сейчас продвигает новации уже мирового хоккея. И все это настраивает нас на то, уважаемые друзья, что поставите одну цель – пробиться в плей-офф. Поэтому надо попытаться пробиться. Эта цель, конечно, грандиозная и такая, ну, для кого-то может быть невыполнимая. Но невыполнимых задач не бывает. Иди навстречу трудностей и получишь то, что ты хотел. Есть такой девиз. Будь там, где ты есть, делай то, что ты должен, и делай так, как надо. И я думаю, что все получится. Вот именно этот ответ на ваш вопрос, Игорь, я бы и хотел озвучить. Сергей Иванович, пожалуйста, вы однозначно вопрос зададите. Я, наверное, старшему тренеру, вам вам точнее. Знаете, подобные были встречи у нас с командой, которая здесь, с ним впереди, я спросил. И мне, к сожалению, не ответили. Вообще, пожелания традиции в коллективе, которые складывались веками на сегодня, продолжаются эти традиции. Как обстановка в этом году? Ведь болельщик приходит смотреть не только на резужда, он приходит смотреть на живого хоккеиста, на живого человека, который либо отдается игре, либо не отдается, либо он ставит ногу и ставит локоть и честно входит в борьбу, либо он имитирует. Вот это вот взаимоотношения в коллективе, как вы строите? Ну, как я вам уже сказал, что у нас сейчас собралась ребята, как большая семья, все мы вместе, все братья. Поэтому я вам, как мы отвечаем, я раньше, что ребята будут выходить, каждый год отдаваться полностью игре. Но понимаете, спорт такая, что где-то везет, где-то не везет. Но то, что равнодушно в команде нет, это 100%. И просто, если кто-то появится, просто мы будем с ним, как бы, с ним прощаться, с этим человеком. Поэтому сейчас, на данный момент, мне все ребята очень нравятся грехи и отношения к ним. Поэтому, как я еще раз говорил, приходите, болейте за нас, потому что команда в этом году будет биться каждый год. и будет стараться для него. Для радости наших болельщиков. Спасибо. Есть целый связь поколенческих болельщиков, которые еще, вот я отношусь сюда, себя, Владимира Жорча, которые видели, как зубы Евгения Мальорова искала, значит, вся команда «Спартак» на льду, тогда еще, так сказать, трудно было там с очисткой механизированным способом. Есть целая категория людей, которые знают, что единственный город в Новокузнецк это город о хоккее, которого написано художественное произведение. И так давно приезжал Гориняемчик на юбилей Сапсиба. Это известный российский писатель написал, хоккей в сибирском городе, повесть, садушу берет, люди читают, идут, смотрят на вас и хотят эти традиции видеть. Поэтому, готово пожелать. Ну, мы будем выполнять стараться все же, раз нас зависит. А сборки и сборки? Я просто говорю, что внодушнее в этой команде. Они все будут в победе. Это очень важно. Это самое главное сейчас на данный момент. Команда молодая и есть что доказывать. Голодные до победы. Вот самое важное. Я бы хотел добавить, уважаемые ребята, вы же видите, что сейчас в мире вообще все меняется. Была команда, условно говоря, Донбасс, ее не стало. Есть команда Сибири, определенные проблемы. Есть команда Спартак, определенные проблемы. Есть Амур, определенные проблемы. И причем проблемы, они такие многосложные. То, что отличает наш Новокузнецкий клуб, то у нас хоть и мало денег, будем прямо говорить, но у нас стабильно. Мы настолько дорожим то, что у нас есть хоккей в городе и клуб, что никогда не позволим, чтобы те проблемы, которые испытывают сегодня другие клубы, они у нас возникли. стабильность прежде всего. И если вам удастся совершить подвиг в этом году, то, конечно, эта стабильность, она будет намного прочнее, а нам гораздо легче будет привлекать и увеличивать базу финансирования и раскручивать клуб дальше. Поэтому просьба эти условности принимать как условности. Я говорю, есть такие команды, которые бюджет у которых в пять раз выше, чем у нас, но вы сами их обыгрывали и сами знаете, что с ними делать. По сути, здесь не главное. Хотя, конечно, без этого никак. Тем не менее, прошу вас, постарайтесь. И мы постараемся тоже. Ну что, остается пожелать вам удачи в этом игровом сезоне, хорошего начала, будьте в себе уверены, вас дома ждут, любят. мы всегда помним вас, всегда болеем, смотрим, всегда прокручиваем вашу игру, всегда ходим на все наши домашние игры. Всегда расстраиваемся за поражение, потому что без поражения побед не бывает. Нужно делать соответствующие выводы. И не дай бог получать травмы. Травмы – это самое такое тяжелое, что преследует спортсмена. Тем более, для вас это очень важно. Пусть у вас будет все хорошо, успехов, побед, получить то, что хотите. В добрый путь! Давайте похлопаем! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...